За ними будущее зелёного строительства. Щёлковский колледж принимал участников регионального этапа Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства. Эти ребята сегодня учатся, чтобы завтра создавать цветущие скверы, улицы, проспекты и парки в современном дизайне по последним тенденциям ландшафтной архитектуры. За звание победителя боролись представители колледжа Угреша, Щёлковского, Пушкинского, Коломенского и Яхромского колледжа Московской губернии. Министерство образования поручило нам проведение регионального этапа. Это достаточно почётно и ответственно, потому что мы должны выбрать того единственного студента, который будет представлять Московскую область на всероссийском уровне. В отличие от конкурса WorldSkills на Олимпиаде ребята решают вполне практические задачи. Те же, что выполняют специалисты по благоустройству. Организовывают работу зелёных бригад, создают проекты. Включён самый широкий спектр и общеобразовательных, специальных дисциплин и профессиональных модулей. Соответственно, структура заданий выглядит и теоретическим образом, и они выполняют большой спектр практических заданий, демонстрируя свои навыки. Перевести текст с иностранного языка, выполнить рабочую документацию о профессиональных программах, рассчитать объёмы работ по дорожному мощению, предложить ассортимент растений по фрагментам генеральных планов парков и ещё десятки тестов по дисциплинам из образовательного стандарта. Со всем этим заданием конкурсанты должны были справиться в строго отведённое время. Для нас очень важно, чтобы вы подробно расписали ход ваших вычислений, потому что вы можете совершить математическую ошибку, но у вас будет очень правильная логическая последовательность математическая. 45 минут полной сосредоточенности. Один из этапов Олимпиады – это решение задач по организации коллектива. Молодым людям нужно рассчитать, сколько рабочей силы нужно применить для благоустройства зелёного участка площадью 1 гектар, рассчитать количество и объём заработной платы и средства на его обслуживание. Здесь надо было рассчитать среднюю списочную численность работников за год, коэффициенты оборота по приёму увольнения кадров, коэффициенты текучести кадров, замещение рабочей силой. Пока конкурсанты решали задания, педагоги за круглым столом обсуждали вопросы трудоустройства будущих техников зелёного строительства. Все мы хотим жить в красивой среде, мы хотим выйти из дома, чтобы нас окружали. Красивый ландшафт. В городе тоже был, где мы проходим, где мы существуем, всё было красиво, благоустроено. Это всё делается руками только ландшафтных строителей. Поэтому мы очень заинтересованы в таком предметном обсуждении. Ведущие преподаватели колледжей, главного ботанического сада Российской академии наук и компаний, занимающихся благоустройством, в составе жюри по итогам двух соревновательных дней определили тройку призёров. Роману Роденко из Щёлковского колледжа досталось третье место. Дарья Никитина из Коломенского аграрного колледжа – второе. Её сокурсница Ирина Лебедянцева получила диплом победителя и право представлять Подмосковье на всероссийском этапе Олимпиады. Михаил Налётов, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щёлково». Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щёлково»